Вы знаете, я бы не идеализировал, конечно, Россию, но и при этом не, так сказать, идеализировал страны, находящиеся в прекрасном далеком. Мы все помним, что, например, итальянская мафия выросла как раз на строительных подрядах. И своих недругов они, как известно, как мы знаем, заливали в бетон. Что-то такое я слышал. Поэтому это не только российское явление, потому что, ну, специфика строительства, легко, так сказать, немножко изменить сорт бетона или качество плитки отделочной и так далее, и тому подобное. А то, что туда вот закладывается, потом очень трудно проверить. Поэтому, ну, нашли, если при реконструкции Большого театра, на который истратили, насколько я помню, несколько миллиардов долларов, а не рублей, было украдено всего лишь стоимость трех приличных московских квартир, то я буду очень рад. Но, наверное, все-таки украли несколько больше, но в то же время достроили же, и слава Богу. В конце концов, если мы ничего не будем строить, исходя из того, что у нас воруют, то тогда в какое-то время мы окажемся без домов и без дорог. Ну, будут воровать, но будет что-то построено. В конце концов, как известно, при строительстве московской кольцевой автодороги тоже было, говорят, украдено довольно много. Но представляете, как бы мы сейчас в Москве жили без этой дороги.